На торжественную церемонию собрались жители всей окрестности, в частности, ребятишки. Сегодня на бывшем пустыре в свои двери распахнул хоккейный модуль, пока единственный в октюбе ледовый объект. Строители возвели новые достояния города меньше, чем за год. Голубая ленточка перерезана, и теперь в городе есть свой ледовый дворец, соответствующие всем нормативным требованиям. Просторный светлый зал для игровых зимних видов спорта с местами для 200 зрителей. Раздевалки для спортсменов, медкабинет. Все это сегодня порадовало не только детей и родителей, но и Акима области. Посмотри, вот для коньков и так далее. А там где это для крюшки? Для крюшек вал. Вот, 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 стойка для крюшек. А это все остальное. А вот и столовая. В ней сегодня праздничный торт ждал всех посетителей. Стоимость спортивного сооружения составила 480 миллионов тенге, в том числе 50% выделено из местного бюджета. Половина суммы за счет ТО КТП. Наверное, только начало в нашей области, потому что, ну, благодаря посланию президента последнему объявлена программа Туган-Жер. И я думаю, что много объектов социально направленных будет открываться в этом году в области. Я очень рассчитываю. Во-первых, я счастлива за актюбинцев, потому что 26 лет у нас ничего подобного не было. И очень много детей будет ходить и играть и в хоккей, и будет какие-то секции, может быть, фигурного катания, может быть, керлинга. Я не знаю. Но в любом случае будет использоваться на все 100%. Посмотрите, сколько детей счастливых. И я рада, так как я актюбинка уже в третьем или в четвертом, наверное, скорее всего, поколении. И поэтому, конечно, и горжусь, и радуюсь, и счастлива, что мои дети помогали в строительстве этого модуля. Сейчас объект полностью передан в ведение ДЮС-Ша по зимним видам спорта. Ожидается, что совершенно бесплатно играть в хоккей, заниматься шорт-треком и фигурным катанием здесь будут дети самого разного возраста. Тренерский штаб тоже уже сформирован. Чиновники пригласили работать в актюбе специалистов из других городов Казахстана. Пока штатный релиз спорткомплекса составляет 35 человек. Здесь дети будут бесплатно заниматься. Например, хоккей-шайба с 5-летнего возраста. Ну, основном все с 5-6-летнего возраста будем принимать и будет заниматься. Итак, в ближайшее время в новом спорткомплексе начнутся занятия. Залы, как обещают руководители облспорта, не будут пустовать. И от желающих уже нет отбоя. Зашел, посмотрел, лед был отличный. Новые ворота. Нам, наверное, будет там тяжелее, потому что лед больше там. И мы должны поиграть нормально там. Но нам ждать побед от тебя? Да. И мы должны больше тренироваться, играть, участвовать в соревнованиях. Открытие ледового спорткомплекса с нетерпением ждали не только ребятишки, но и вполне взрослые хоккеисты. Сегодня большие надежды на хоккейный модуль возлагают те, кто уже давно любит и вполне успешно дружит с шайбой. Команда ветеранов САПСАН сегодня не скрывала своих положительных эмоций. 30 лет мы ждали, когда появится в городе ледовая площадка. Мы сохранили, я считаю, генофонд хоккея в Октябрьске. И ожидание этого дворца – это было главным ожиданием последних лет. В октябре в последнее время все чаще стали открываться нужные как младшему, так и старшему поколению объекты. Тем более, что все больше актюбинцев выбирают спорт и здоровый образ жизни. Теперь таких возможностей появилось больше. Ну а для награждения сегодня на лед были приглашены пока не дети, а актюбинцы, внесшие огромную лепту в строительство нового объекта. Такие медали наверняка хороший стимул для будущих побед молодого поколения. Руководители облспорта уверены, что совсем скоро мы обязательно увидим актюбинских мальчишек и девчонок на пьедесталах почета по итогам соревнований самого разного уровня.